Ну что, человек в состоянии от стресса попадает. Но когда любовь наступает на более высоких психических центрах, человек начинает испытывать счастье, радость в присутствии другого человека. Не сон нарушается, а он испытывает радость, начинает. Но для того, чтобы любовь возникла на этих более высоких центрах, для этого надо очень сильно работать над собой. Надо концепцию любви поменять. Потому что большинство людей концепция любви такова. Что чем больше страсти возникает при виде человека, тем лучше любовь. Но эти люди, которые так думают, и это мысли естественные для большинства людей, они не знают, что вот эта страсть или притяжение одного человека к другому, оно зависит очень сильно от астрологических периодов. У одного человека, допустим, идет близкому человеку привязанность, включение. И какое-то время астрологический период снимается, снижается, меняется. И если любовь не развилась до более высоких центров к этому времени, то это влечение сменяется на противоположный период, антипатию. То есть начинается отражение. Вот девушка, допустим, у вас сейчас такой период идет отражение. Вы почувствовали, нет? Или нет? Стесняется сказать. Будет ли? Нет, нет, я в этих вопросах не ошибаюсь. У вас сейчас привязанность идет. То есть у нее наоборот. И так все время меняется, понимаете? И в этом заключается проблема. Потому что люди, которые считают, что это и есть любовь, они в тот момент, когда отражение начинается, они разводятся. И ищут себе того, с кем будет привязанность. Понимаете? И это большая проблема для жизни, для общества, для людей в целом. Потому что человеку очень трудно объяснить, что то, на что он ставку делает в своей жизни, это всего лишь временное явление, которое ему ничем в жизни не поможет. Собственно, создаст ему только одни проблемы. Но он понаслаждается чуть-чуть, и потом придется страдать. Сначала неплохое, да? Вы можете уйти, еще не поздно. Мест нет, народу много. Вот. Значит, поэтому веды советуют, прежде чем создавать семью, надо развиться как личность. Это очень важно. Потому что женщина, она... В чем заключается ее недоразвитость для создания семьи? Женская недоразвитость. Она очень сильно хочет любви к себе. То есть она грезит вот это вот, что к ней будет нежно относиться, что к ней будет ласково относиться, что она расслабится, наконец успокоится, что она будет испытывать счастье от этого человека, что он будет ее смерть одержать, что как бы он не сделает ей никаких проблем. И сердце у нее будет как бы очень сильно привязано к этому человеку, он будет темно любить его со всей силой. То есть женщина, которая так сильно настроена любить именно таким образом, она не готова создавать семью. Почему? Потому что вот в эти чувства, которые она вкладывает в создание семьи, вот именно такой настрой, вложена вся ее плохая карма. Через эти чувства она найдет себе человека, который будет с ней реализовывать только одну плохую карму. То есть с этой привязанности, такой болезненной, больной привязанности, потом возникнет кровь-морковь. То есть реально будет такая любовь, что вам не покажется. Понимаете? То есть ко мне недавно пришли муж с женой, говорят, у нас такая любовь. Такие сидят. Какая? Мы любим друг друга, но жить вместе не можем. И трудно. Мы даже сидеть друг с другом рядом не можем. Но любовь очень сильна. Я не знаю, что делать с этой любовью. И причина такой любви заключается в том, что человек еще не готов к созданию семьи. Он недоразвит до этого вопроса. Вот. И доразвитым в нашем обществе стать до этого вопроса очень сложно, потому что никто не культивирует это развитие. То есть ни в школах, ни в институтах, ни в других каких-то местах, кроме как духовных, как здесь, допустим. Этому вопросу до развития личности уделяется крайне мало внимания. Больше того, люди вообще не понимают, что такое развитость. Они считают, что развитость означает, что сексуальное желание работает хорошо. Это значит развитость. Понимаете? Они считают, что это развитость. Но и в этом как раз и заключается главная проблема жизни. Итак, женская психика к 18 годам в принципе готова выйти замуж. Я не говорю, что женщина готова, я говорю, что психика готова, то есть она крепнет к этому. Мужская психика готова жениться к 25 годам. То есть она становится крепкой достаточно. И это очень важный вопрос. Это важно понимать, что если мужчина до 25 лет женится, то что должна знать женщина в этом случае, его жена? Что она должна знать? Женец не собрался в общем. А? Женец не собрался в общем. Да, что надо подождать, что он пока будет изюм-всюм. Ну, до 25 лет немножко надо подождать, что до этого возраста тоже растут. Еще пока не мужчина почти. Не, ну так-то, конечно, он мужчина, в этом нет проблем, конечно. Но вот в других вопросах нет. Например, в вопросах заработка, вести себя ответственно по отношению к женщине, терпеть ее эмоции. В этом возрасте мужчина еще не может. До 25 лет. Кто со мной не согласен? Сколько вам лет? Откуда эти данные на 25 лет и на 26 лет? Дальше. Эти данные написаны в ведах, но эти данные проверены моим опытом очень хорошо. Я, в принципе, этот возраст является таким, очень важным, астрологически таким ключевым. Но некоторые мужчины не могут еще к этому, даже к этому возрасту сформироваться. Такое тоже бывает. Но веды говорят, если после 33 лет не сформировался, то дальше ряд и сформируется. Большая недравняка. Ну, значит, человек, бывают такие мужчины, которые, в принципе, им очень трудно держать семью, не хватает силы. Бывает такое в наше время. И женщины бывают такие, которые не способны терпеть мужа рядом. Вот в чем заключается отсутствие силы мужчины и женщины? Отсутствие силы мужчины заключается в том, что ему тяжело переносить женские эмоции. Когда женщина одна, она спокойна. Но когда мужчина рядом, она становится очень эмоциональной. И в этом заключается ее как бы желание, чтобы он сделал меня счастливым. А это желание для мужчины означает, что ему по сердцу режут буквально. Потому что в этом заключается парадокс, что желание счастья для меня. Женщина считает, что какие проблемы мужчине, допустим, мои эмоции будут творять. Ну, какие проблемы, допустим. Она так считает. А на самом деле для мужчины это очень больно. Ему очень тяжело женские эмоции вообще терпеть. Если мужчина еще не созрел, как мужчина, он вообще не может женские эмоции. Просто не может. И ему тяжело. Он еще физически не готов. Вот то же самое мужчина считает. Ну, какие проблемы женщине, допустим, меня слушаться или мне подчиняться. Вот какие проблемы. А для женщины подчиняться мужчине это очень тяжело. Это ножом по сердцу. Понимаете? Очень тяжело. Очень. Вот. И женщина, которая не способна это делать, она, значит, не готова к семейной жизни. И она не должна думать о том, чтобы создавать семью. Она должна просто работать над собой в это время. Неважно, какой возраст, никогда не поздно будет поработать над собой, потом создавать семью. Ну, то есть надо как-то помолиться. То есть есть разные способы работать над собой. Но именно эта идея, которую я хочу сейчас донести. Поэтому те молодые люди, которые еще не достигли возраста создания семьи или не достигли развития разума для того, чтобы создать семью, а мы именно о разуме здесь с вами говорим, а не о чем-то другом. Зрелости разума. То есть мы говорим именно о зрелости разума. Поэтому, соответственно, такие люди должны посвятить свою жизнь работе над собой. Буквально в смысле этого слова это означает не заниматься сексом. Потому что когда человек перекантовывается, ну, такое чисто московское выражение, простите. И всем понятно. Не знаю, как это объяснить по-другому. Когда он занимается вот такой жизнью, то он в это время не может развиваться как личность. Он не может зреть. То есть не может улучшать свои черты характера. Улучшение черт характера означает только одну вещь. Что человек воздерживается от половых отношений. То есть если человек не воздерживается, он не может улучшать черты характера. Потому что есть весы. То есть если человек позволяет себе половые отношения, это значит, что весы перевешивают в сторону наслаждения чувств. А не в сторону их контроля. А если человек способен оградить себя от этих отношений, то значит весы идут в сторону контроля чувств. А не в сторону наслаждения. Понимаете? А? Что? Чувства, чтобы изменить свой характер. Когда человек не пускает чувства в каком-то определенном направлении, есть два варианта. Или они начинают взорваться, то есть человек гневается. Второй вариант, они трансформируются в характер. То есть человек не пускает чувства куда-то, характер начинает меняться его в одном варианте, во втором копится злоба, во втором варианте. Если человек не контролирует свои половые чувства, если он не женат, имеется в виду. Я говорил про не женатых, не замужних людей. В этом случае его характер идет в злобу. То есть женщина обижается или депрессирует мужчину, злится, гневается. Хуже, если мужчина обижается в этом случае. Это совсем тяжелый случай. Но так или иначе, в этом случае человеку очень трудно менять свой характер. Поэтому веды рекомендуют тем, кто не женат, стараться воздерживаться от ненужных половых отношений. Потому что они мешают развитию личности. У меня вчера был один молодой человек, и тема консультации была такая. Как мне развиться как личность? То есть проблема заключалась в том, что в какой-то момент времени он почувствовал, что он не может дальше развиваться по своей специальности, по своим предназначениям. И что-то у него сил перестало хватать. И он не знает, в чем дело. Я ему сразу сказал, в чем дело. И он сказал, в этот момент ты нашел себе девушку. Он сказал, правильно. Я говорю, с этого момента у тебя сразу силы закончились. Правильно. Я говорю, вот тебе надо как-то или создавать семью, или копить силы. Одно из двух. А? Миросбазаривать. Миросбазаривать, да. То есть, таким образом, важный вопрос, важный вопрос, которым каждый должен задуматься, кто еще не создал семью. А мы сегодня как раз о создании семьи говорим. А какое определение семьи? Собственно, про что мы говорим? Семья – это брак, это недовременное отношение, например, мужчина и женщина. Ну, что такое семья? О чем мы говорим? Ну, вот именно. О чем мы говорим? Сейчас вообще нет никакой семьи. Какая семья? Ну, я когда в Индии жил, там обезьяны семью за пять минут создавали. Следующую семью создавали еще за пять минут. Нет никаких проблем, какая семья? Хороший вопрос. Потому что многие люди не понимают, что когда они начинают отношения строить близкие друг с другом, то в это время в тонком теле происходит следующее. Из тонкого тела мужчины в тонкое тело женщины входит в глубину психику. Очень глубоко. В определенный вид энергии. Который в других случаях никогда в человека не входит. И из тонкого тела женщины в тонкое тело мужчины точно такой же вид энергии – в глубину сердца входит. И эти два вида энергии, которые входят друг в друга, они создают такой энергетический узел, который вырывается только с мясом с мясом буквальном смысле означает стресс на полгода на год и после этого стресса психика потом еще несколько лет года четыре восстанавливается у женщин дольше а у мужчин после этого стресса психика может и быстрее восстанавливаться но их способность вести себя правильно восстанавливается тоже очень долго то есть следующий союзе у них уже вот ощущение как себя как мужик правильно как мужчина себя вести у них уже немножко сдвигается понимаете поэтому веды просто принципиально категорически не советуют ни гражданских браков и вот таких временных отношений типа у меня никого нет да никого нет давай поживем то есть это не советует потому что опасно и потому что так там допустим я когда в школе учился у нас одна девушка замуж вышла я спросил у вас наркотики а это хорошо или плохо нельзя почему не знаю потому что нельзя хорошо плохо для почему плохо то потому что не этично а что значит не этично опять не знаю то есть невозможно понять вот я вам объясню почему нельзя можете попробовать экспериментирует эксперимент будет на сердце происходить близкого человека потому что когда человек уходит от близкого человека что происходит он вырывает кусок мяса летящей походкой вырывает кусок мяса и сердце близкого человека вот этот начинают очень сильно мучиться у него в это время замыкаются все энергетические потоки идущие по левой руке то есть это левая рука связано семейной жизни человек вот так сразу как только я делаю вот эти эмоции мне очень приятно то есть сжимая канал энергетические с левой стороны у человека у него нарушается сон потому что сон тоже формируются с левой стороны у него нарушается логическое мышление он ничего не соображает и в таком ступоре он приходит ко мне на прием и смешного здесь ничего нет потому что я очень хорошо понимаю этих людей это ужасно это ужасно когда такой разрыв происходит но это не самое ужасное и самое ужасное происходит с теми людьми которые кусок мяса отрывают которые летящей походкой бросают good bye my love good bye вот в этом момент происходит самая ужасная вещь когда человек уходит почему потому что он вместе с этим куском мяса берет себе определенную интересную судьбу он принципиально в этом случае не может создать нормальную семью просто принципиально потому что нормальная семья создается таким образом нужно свободное место сердце человека это свободное место сердце заполняется чистотой другого человека это так возникает чистое отношение между людьми то последнее свободное место сердце одного заполняется сид что под другая когда человек с мясом выливает у у другого, когда уходит, у него нет свободного места в сердце, он не может сердцем другого человека принять. А это значит, что он его принимает умом, то есть он по расчету создает отношения. Или принимает его половыми центрами своими, то есть другими словами, у него завязывается отношения, которые уже принципиально не способны существовать долго. То есть эти отношения перебряться, пока им хорошо вместе, а потом, когда карма проходит хорошая, это всегда так бывает. Обчуждение друг от друга у близких людей бывает всегда, это неизбежность. То есть сначала они волнами отношения будут. Сначала идет хорошо, всегда начинается с хорошо. И это хорошо. Но потом будет период охлаждения. И до этого периода люди должны развить более высокие отношения, тогда у них отношения перейдут на другой уровень, и это тоже будет хорошо. Поэтому в этом заключается суть физического знания, что так надо делать. Но когда люди, когда принципиально невозможно это сделать, потому что ты разорвал очень жестоко предыдущие отношения, то у тебя, соответственно, дальше высшие отношения подняться не могут. Это невозможно. Да я ошибаюсь. А что делать, если у всех 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 у всех? Для этого существует такое понятие, как пройсчета или иступление. То есть человек должен, во-первых, не должен создавать семью, во-вторых, он должен начать как-то выяснить отношения с тем человеком, с которым разорвались. Если невозможно вернуться, надо просто хотя бы так сделать, чтобы чувство очень теплое между людьми этими, которые разошлись, появилось. А это чувство может формироваться в течение полгода или года отношений, объяснений, почему так произошло и все прочее. Понимаете? Раскаяния. Полгода, больше нет. Это даже, да, то есть это преодоление такой плохой кармы. То есть человека, которого бросили сначала стресс, он хочет, чтобы этот человек вернулся, потом у него возникает злоба, длительная злоба к этому человеку. И потом сердце становится холодным по отношению к нему. И холодное сердце означает проклятие, в буквальном смысле слова. Вот, то есть тяжелая лекция. А что делать, чтобы проклятие другого человека не распространялось? А? Что делать, чтобы вот эта вот холодность не распространялась на того человека, который бросил? А вот это тоже правильно. Это тоже надо как бы раскаиваться, потому что бросают, если человек, а значит, что он в прошлой жизни или в этой то же самое сделал. То есть он должен просто тоже покаяние совершать по отношению к тому, что он ел до этого. То есть должен отпустить этого человека, желать ему счастья, думать о нем хорошо и так далее. Ну, то есть эти мысли, по крайней мере, ваше сердце и сердце того, кого бросили, облегчат. Но не факт, что тот человек получит все равно улучшение своей судьбы. Потому что это Бог разбирается со всеми. Мы не можем там как-то... Так все решает высшие силы. Вот так или иначе, вот так надо делать для того, чтобы следующая семья не пострадала, следующие отношения, чтобы не пострадали. Бывает так, что люди просто расходятся спокойно, потому что они уже чувствуют, что все, как бы, все закончились отношениями. Такое бывает. Они не могут вместе быть, у них детей нет, допустим. Такое бывает. Здесь нет никакой плохой кармы. Просто они уже видят, но не могут. Они пробовали, 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 старались, но не могут никак вместе. Ну, потихоньку разошлись, никто не против вдвоем. Когда карма не отработана, расходится не так. Один вырывает свое сердце из сердца другого. Только так бывает. Не бывает других, бывает. Кто-то должен рубануть обязательно. Понимаете? Ещё раз можно повторить, что же делается? Вот если у родового курса попадает сюда... Надо раскаиваться. Надо раскаиваться. В это время воздерживаться от отношений, раскаиваться перед этим человеком, пытаться с ним общаться, просить прощения. И когда человек начинает чувствовать, что, как бы, тепло пошло, холод закончился, тепло. Сначала сглоба, потом холод, потом тепло. Тепло пошло, значит, всё, плохая карма закончилась. А как влиять на человеку, у которого такое происходило в сердце? То есть, если у одного всё в порядке, то как всё может влиять на звуководство? Я понял. Допустим, если у мужчины... А, а вы с ним хотите создать семью? Да. Ничего не получится. Поэтому и идея заключается, что, чтобы человек создал семью, надо сначала ему разобраться со всем, что у него в жизни произошло, потом её создавать. То же самое. Ну а в данном случае у него нет вот этого слова, если у него нет такого движения? Но он всё равно пострадает, если он просит. Вы знаете, я сегодня по созданию семьи вообще. И вот эта лекция называется «Почва для создания семьи». У современного обычного москвича. Почва для создания семьи. Хорошо. Давайте будем читать лекцию «Почва для создания семьи». Как избавиться от того, что произошло. Невозможно ни от чего избавиться. Есть такая книга, то есть трактат называется «Гарунда Самхита». Там говорится о карме в целом. Там говорится, что человек не может просто взять и избавиться от чего-то. Как типа пришёл к бабке, заплатил там 500 рублей, она избавилась. Не работает, понимаете? Это же наука. В карме нет такого понятия «избавился». Есть искупление понятия, допустим. Но избавился – нет такого понятия. Как правило, матери очень хотят дочерей своих удачно женить. Ну, нормально. Это нормально. Значит, такой вопрос. Если матери любят своих дочерей так, что они не видят, что у дочери утробное развитие психологическое, и что она, допустим, полюбила молодого человека, но она дать ничего не может. Но она берёт эту энергию от молодого человека такую, да, допустим, да, как он должен быть из этой ситуации, чтобы создать семью. Я понятна? Нет, абсолютно непонятно. И давайте так. Я хочу вам сказать одну простую вещь. Вы просто не даете версию читать сейчас. Я понимаю, что у вас вопросы вас раздирает, но версию-то надо читать. Я же не могу двигаться дальше. Созревать вопрос о консерекции. Созревать вопрос о консерекции. Итак, следует понять, что человек должен быть готов к созданию семьи. То есть мы сейчас разобрали несколько моментов этой подготовки. Первый момент – надо созреть по возрасту. То есть женщина до 18, мужчина до 25. Второй момент – надо созреть психически. Это значит, что человек, женщина должна учиться принимать мужчину, уважать его и позволять ему быть мужчиной. То есть не терроризировать его за то, что он строгим, может быть серьезным и так далее. За его мужской голос не терроризировать его. То есть женщина может способна это принимать. Значит, она развилась, как женщина. Мужчина развился означает, что он позволяет женщине быть эмоциональной, позволяет ей иметь женские какие-то трудности с ритмом и так далее. Ну то есть именно этот момент. И третий момент, который мы уже обсудили уже – это человек должен иметь чистое сердце. То есть он должен быть готов к сердце, к созданию семьи. То есть он не совершил грубо, плохо по отношению к кому-то до этого. То есть у его сердца спокойно и чистое. Вот как первый снег. Первая любовь моя земная, да? Укровый класс. Я тебя совсем еще не знаю. Я живу в первый раз. Вот так было. Но это правда. То есть чисто должно, чисто отношения должны возникать. Итак, следующий момент, который мы еще не разобрали, заключается в том, что у человека в принципе для создания семьи бывает плохая карма. Плохая карма означает, что ему вообще просто по жизни очень тяжело терпеть близкого человека. Просто по жизни очень тяжело. И в этом случае этот человек все равно должен создавать семью. В какой-то момент своей жизни он должен создавать семью. И создавать ее надо так, чтобы отношения не были слишком фрейдичными. То есть они не должны быть очень сильно страстными. Если у человека плохая карма, ему тяжело терпеть мужчин и женщин, то это значит, что он должен отношения создавать семейные так, чтобы они были достаточно легкими. То есть они должны на более высоких центрах формироваться. То есть не надо, чтобы эта вот страстная любовь такая возникала в этом случае. Потому что она всегда приведет в этом случае, если плохая карма у женщины, она, допустим, чувствует, что ей тяжело переносить мужчин. Или плохая карма у мужчины, ему тяжело, допустим, терпеть эмоции женщин. В отношениях должны быть легче в этих отношениях. Если они легче, значит, если они легко нормально развиваются. Если они сразу, кровь морковь, страстные очень начинаются, то это значит, что они скоро закончатся. У такого человека с плохой кармой семей. Будут скандалы сильные, будут очень сильные травмы психические, и люди не смогут быть рядом друг с другом. Они поранят очень сильно сердце друг с другом. Потому что так всегда бывает, что человек с плохой кармой создает семью с человеком в плохой карме. Но если человек совершает аскезы перед семейной жизнью, что значит аскезы? Это значит, что он воздерживается от половой жизни, занимается какой-то духовной практикой, работает над собой. И в этом случае он находит в себе человека, у которого нет плохой кармы для создания семьи. То есть на карме этого человека у него строятся хорошие отношения. Понимаете? То есть такое тоже бывает. Но для этого это такой тип создания семьи нужно заслужить. Итак, мы говорили... То есть я говорил на прошлых лекциях, на прошлых семинарах по семейным отношениям. А этот семинар я хочу делать так, чтобы он дополнял все предыдущие, чтобы вам было интересно. На прошлых семинарах мы говорили о том, что существует несколько типов знакомств, как люди знакомятся, несколько вариантов. И одни из них очень неблагоприятные, другие лучше. А третьи хорошие, благоприятные. Итак, сама идея знакомиться на дискотеке, знакомиться в баре, она ущербна. Хотя бы по той причине, что мужчина, допустим, на дискотеку ходит не знакомиться. Или в бар. А снимать. И сейчас идет активная компания, о том, как снимать. Не только мужская и женская. То есть те люди, которые хотят на половом чувстве зарабатывать деньги, это желание не отнимешь у бизнесменов. Они обучают молодежь, как снимать и не жениться. Понимаете? Это сейчас очень популярно. Денежку платишь, тренер тебе приставляет, и тебе объясняет, как это делается. Естественно, где это делается? Это делается на улице, при встрече, в барах, в кино, и на дискотеках. Больше того, там циркулируют энергии на нижних центрах. Это значит, сильная похоть, сильное половое желание там фигурирует. Поэтому, в принципе, принципиально невозможно создать хорошую семью, по той причине, что есть такой закон. Если очень сильная связь возникла на самом нижнем центре, на самом нижнем центре, это значит, что в этих отношениях будет преобладать просто секс. В этих отношениях. И такая связь возникает по инициативе мужчины. То есть, мужчина является инициатором таких отношений. Он хочет секса, а женщина соглашается на такие отношения. Если сильный резонанс происходит по самому нижнему центру, то принципиально, пока этот резонанс по нижнему центру не ослабеет, принципиально по другим центрам сильной связи уже быть не может. Почему? Потому что так работает природа человека. Закон сохранения энергии. Куда энергия пошла, там она и расходуется. Других отношений пока быть не может. Потом, возможно, если они обломаются в этих отношениях и не разбегутся, а чаще всего они разбегаются, потому что мотивы создания семьи были неправильны. И они поэтому воспринимают друг друга не так. Они воспринимают друг друга не слишком возвышенно, как есть такая фраза, что секс это еще не повод для знакомства. Такая популярная. Люди даже познакомиться не хотят. Не то, что уж там как-то понять друг друга более высоко, а более высоко, кстати, понять друг друга мужчине и женщине вообще в принципе очень сложно. Даже близким людям, мужу и жену, жене, понять друг друга возвышенно очень сложно. Потому что там замешаны эгоистические чувства. Поэтому жена, когда замуж выходит, девушка за парня, она уже не так к нему возвышенно относится, как раньше. И мужчина женится, когда он не так возвышенно к девушке относится, как раньше. Хотя у них есть, может быть, возвышенные качества, и у него могут быть возвышенные качества. Другие люди могут с ними более возвышенно общаться, но в семье сразу это гаснет. И потом это надо развивать будет. В этом и заключается экзамен. Так вот, идея в чем заключается? В том, что знакомиться в этих местах не надо. Как в этих фильмах, где стреляют, говорят, слушай, не надо, выходи туда. Просто это означает убьют. Так и здесь примерно та же философия, понимаете? Ну, допустим, девушка одинокая, где ей знакомиться? Она говорит, а где мне знакомиться сразу? У нее вопрос. Я не знаю, когда где мне знакомиться. Потому что надо быстрее замуж. Ответ очень простой. Если девушке надо быстрее замуж, это что значит? Да. Это значит, ей замуж сейчас не надо. Это значит, что она не выйдет нормально. Она проголит сто процентов. Вот поэтому сама идея мне надо быстрее замуж неправильная. Надо стать самодостаточной. Надо счастье начать испытывать внутри себя. Не от кого-то, а внутри себя. Когда женщина способна быть счастливой внутри себя, она привлекает хороших парней. А когда ей надо быстрее замуж, она привлекает тех, кто с ней будут платил карму отрабатывать. Поэтому второй тип знакомств возникает на производстве, где люди работают вместе. эти знакомства уже связаны с солнечным сплетением где-то с этими центрами психическими. И такие семьи в принципе могут быть устойчивы, пока у них будут общие материальные интересы. Как только эти материальные интересы закончатся, такая семья или ей надо пересматривать свои отношения, или она разваливается. Одно из двух. Ну допустим дом купили, детей воспитали, вроде бы все хорошо в жизни стало, но уже материальные цели удовлетворены. И с этого момента такая семья, которые где-то на работе познакомились, там у них общие интересы с бизнесом связаны. Разваливается. Век через 15-20 совместной жизни вдруг больше неинтересно другу. Незачем вместе жить. И те молодые люди, которые создают семью в результате духовных каких-то интересов, у них есть интересы развития как личности, допустим, познакомитесь на этой лекции, вы ко мне же пришли с духовными интересами, я же так понимаю, в храм пришли, на мою лекцию, я же не говорю о том, как на дискотеке вместе танцевать, то есть у меня другие лекции, поэтому вы пришли сюда с определенными мотивами внутренними. И если вдруг у вас создался семья, семья здесь, допустим, познакомитесь, то если познакомиться с неженатым человеком, то в этом случае есть большая вероятность, что все будет хорошо, но не полная, потому что все равно я не могу дать вероятности. Итак, ну то есть я про это, что когда люди знакомятся в таких каких-то возвышенных местах, у них какие-то идеи более высокие создания семьи, то в этом случае у них кровь-морковь не возникает обычно сразу. Они начинают общаться какое-то время, изучают друг друга, и постепенно у них возникает такое сближение, постепенно. И карма плохая отрабатывается начинает сразу таких семей. Вот тех семей, которые создаются на дискотеках или там в барах, или еще где-то на курорте. В этих семьях сразу возникает очень сильное чувство. Они такое очень яркое такая, красивое, с яхтами любовь. Которая точно так же красиво заканчивается очень быстро. Может быть некрасиво, но быстро. Несколько лет, обычно до 5 лет. Да, потом по расчету сердца занято, потом надеваться. правильно. Вот, поэтому а здесь наоборот, когда создается семья в результате более возвышенных мотивов, сначала тяжело, сразу начинаются отношения более тяжелые. Потому что у них гармония более высокая появилась, а более низкой гармонии еще нет. И они начинают притираться на более низких отношений, у них какие-то ломки могут идти какое-то время. Но потом не обязательно. Могут быть разные проблемы, даже несовместимость по нижним центрам какое-то время может быть. Но если есть совместимость по более высоким центрам, постепенно если люди идут правильным путем, они правильно относятся к созданию семьи. То есть они понимают, что семья это очень важно, это надолго, вернее на всю жизнь. Когда они это понимают, вот так настроены очень серьезно, глубоко внутренне, когда они вот это все пересиливают, вот эти ломки преодолеваются, и потом постепенно гармония спускает все ниже, 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 и создается очень гармоничная семья, счастливая такая, может ей тоже счастливых иметь потом, то есть большие возможности перспективы. То есть таким образом место знакомства оно очень сильно указывает на мотивы знакомства, чтобы вы это очень глубоко осознавали, понимали. Потому что даже если у вас мотивы какие-то хорошие, то не факт, что у человека, с которым вы знакомитесь, будут такие же мотивы. Если у вас есть друзья какие-то хорошие, с которыми какие-то хорошие дела происходят, вы занимаетесь работой над собой, то в этой дружбе тоже может создаться хорошая семья. Иногда хорошие семьи возникают в том случае, если у людей серьезные культурные традиции, культурные традиции, и допустим родители занимаются работой над собой серьезно, духовной практикой, они не создаются потому что богатый человек, а вот создают действительно видят, что благочестивая семья, из благочестивой семьи родители отдают дочь за благочестивого парня, но они познакомились перед этим и поняли, что у них какая-то симпатия есть. Так как в этом случае половое обличение не стоит на первом месте, то если у них нет несовместимости, то если они совместимы принципиально, то может создаться очень хорошая и дружная семья. Понимаете? То есть еще раз я повторяю, что этот принцип противоположен той идее, которая в нас лежит. Допустим, дети у нас говорят, я сама знаю, кто мне нужен, мама. Я не разбираюсь в этом вопросе, понимаешь? Я чувствую, мы не будем говорить чем, но чувствую, что этот нужен мне человек. И в этом большая проблема, понимаете? Потому что мама чувствует как раз детям местом чем-то повыше, что это не тот человек. И вот это, кстати, хороший критерий, что если родители чувствуют, что это не тот человек и того, и другого родителей, обоих супругов, то это значит, что карма плохая будет обязательно отрабатываться в этой семье на полную катушку очень жестоко. Родители сердцем это хорошо чувствуют. Но только в том случае, если родители не сильно привязаны к своим детям. Существует такой феномен, отвечая на ваш вопрос. Существует такой феномен, что родители очень сильно привязаны к своим детям. они очень сильно пекутся, беспокоятся о них. Это означает буквально в смысле слова они хотят именно наслаждаться своими детями. И у таких родителей существует такой интересный феномен, что если у дочери или у сына возникает настоящая любовь, то есть люди погружаются друг в друга, то есть они начинают как-то сердцем направлять друг к другу, то у матери или отца, у такая привязанность близкому к ребенку возникает жуткая ревность к этому человеку. Эта ревность не имеет под собой никакой хорошей почвы. наоборот, если девушка находит все парни, с которыми развиваются с холодцой отношения, это значит, что эта девушка не отвязывается от родителей. И родители говорят, да, хороший парень, давай жили с ним. Поэтому этот критерий не всегда работает, что родители чувствуют, что хороший или плохой. Все зависит от того, что у родителей и у самих работает там внутри. И это надо очень хорошо и глубоко понять, как родителям, так и детям. Если мать, отпустим, бескорыстно к дочери настроена, она может подсказать хорошо, а если у нее очень сильная привязанность, и она в принципе дочь от себя не хочет отпускать, это значит, что она просто только помешает созданию семьи. В этом случае надо немножко от такой матери отстраняться, чтобы организовать свою личную жизнь и пытаться ее организовать. Не значит, что ненавидеть, там надо с ней с любовью, относиться, просто вот нам и так. Итак, что может помочь в правильном выборе супруга? Первое, что может помочь, это изучение вопроса, что такое семейное счастье. Вот я вам сейчас почку для изучения дал. Что такое семейное счастье? Этот вопрос должен глубоко внутрь уйти, потому что когда оно идет внутрь, то сама система знакомства внутреннего, психическое начнет работать совсем иначе. Будут другие потребности, другие интересы, другие проявления любви и чувств, потому что любовь всегда присутствует при создании семьи. Это не факт, что когда на более высоких центрах семьи создаются, там нет любви, там есть любовь, но она проявляется совсем иначе, не так, как на нижнем центре. почти нет ревности, в ней почти нет страсти такой сильной, в ней почти нет такого желания немедленно в постель лечь, в ней много чего нет, понимаете, когда на более высоких центрах возникают отношения. но такие отношения надо заслужить, мы говорили, и первая заслуга заключается в том, что надо в принципе разобраться, что такое любовь, в этом вопросе надо разобраться, понимаете, потому что где-то в сердце внутри у многих людей сидит идея, что любовь будет страсть, и они эту идею культивируют в своей жизни очень сильно, и допустим, если семья создалась, и в ней вдруг нет этой страсти, допустим, так создалась, они считают, они начинают думать, вот мне не повезло, блин, с кем я живу, и думает, думает так девушка, потом бросает мою. Ко мне недавно приходила семья, у них, как вы думаете, сколько у них детей? Трое. Пять, шесть. Трое мальчик, две девочки. Да, у них трое детей. Вот, и как раз девушке попался такой парень, что он очень трудолюбивый, очень хороший, такой верный, но вот нет у нее вот такой страсти к нему, а она всю жизнь не хотела. Она мечтала о такой любви всю жизнь. И она думала, может быть, появится после третьего ребенка хотя бы. Ну, появилось. и она ушла от мужа парню в соседнем доме, с которым появилась. Она такая, вроде бы, эта женщина думает, как бы, такая задумчивая. И она пришла с мужем ко мне на консультацию. Двоем уже. Нет, со старой пришла, привел ее, смог привезти. Вот. Я поговорил, объяснил ей, что будет дальше в ее жизни. Что будет с ее мужем, если она его подбонет. Что она отработает свою карму, потом найдет нормальную женщину себе. Она потом будет лобки кусать. Вот. Много еще рассказал, периодом, по срокам все объяснил, расписал. Сердцем чувствует, смотри, чувствует. Но с собой сделать ничего не может. Почему? В чем причина? в разуме. Привязанность не может быть причиной, можно обмануть привязанность. Пусть к счастью будет. Да. Потому что она хочет такую любви, она ее не испытала. Она хочет ее понимать, как тут быть, пусть что будет, чтобы гореть все синим пламени. Ничего она не хочет отработать. Она просто такой любви хочет, и не хочет никакой другой. Ей хочется вот такой любви, которую она почувствовала с этим человеком. все. То есть она создала семью, не поняв, какой должна быть любовь. Результат создания такой семьи может быть очень ужасным, потому что человек культивирует вот эту другую любовь в своем сердце очень долго. Больше того, если даже такую любовь человек получил в отношении такую страстную, получил при создании семьи, то она все равно остывает, и потом такой человек, у которого такая идея любви, он думает, ошибочка вышла. И он начинает забывать все, что было, что там страсти были, или просто говорит, у нас было, но прошло. Было и прошло. Так говорим. то есть идея в чем заключается, что такой человек, который имеет неправильную концепцию любви, ему придется потом или обламываться сильно как-то и менять свою концепцию любви, а это очень трудно, когда близкий человек уже живой есть рядом, но это все равно придется сделать, или придется уходить, скрипя от души и сердца и создавать другие отношения, в которых эта концепция неправильной любви будет реализовываться и опять будет тот же круг порочный, понимаете, который опять ничего хорошего не даст и так идет человек по этапу, пока у него нет идеи такой любви не сгорит в сердце, поэтому ее лучше сразу убирать, она не нужна.